Анастасия Цыганкова Сад из бисера руками за байкальского мастера Здравствуйте! Вы знаете, как опасно работать таким прибором на заправке? Работа с огоньком или безобразие дня? Как в Улан-Удэна, одной из заправок сварочной работы идут, параллельно заправкой автомобилей Из Китая в Арктику Бурятия стала транзитной точкой для уникальной географической экспедиции Ранее не было вообще такого китайца, который бы самостоятельно проезжал такой длинный маршрут вокруг Байкала и дальше к берегам Северно-Ледовитого океана Информационную эстафету принимают в Забайкале Край уже с нами на связи, Чита, здравствуйте! На днях в Улан-Батре прошла межправительственная комиссия Где встречались эксперты России и Монголии, а обсуждали они Забайкале, а именно Даурский заповедник Татьяна, известно ли вам, о чем говорили эксперты, какие предложения или решения были озвучены? Здравствуйте, Анастасия! Эксперты договорились построить в Даурском заповеднике международную экологическую станцию Говорили также о программе восстановления занесенного в Красную книгу России аргали алтайского горного барана в Забайкальском крае Программу планируется реализовать в несколько этапов, включая увеличение поголовья животных в вольере за счет размножения и дополнительного завоза особей из Монголии И к другим новостям Картины из салфеток, березы из бисера и светильник из яичной скорлупы Это только часть того, что создает своими руками забайкальский мастер Владимир Блинников Как горстку бисера превратить в ветку дерева, узнавала Анастасия Новгородова Протягиваю, чтобы вот эти бусинки через пальцы прошли, чтобы получилось вот так Сжимаю и два раза скручиваю У этого мастера не пропадет ни проволока, ни бумага, ни старая детская машинка Все пойдет в дело В доме у Владимира Блинникова настоящий бисерный сад, а деревья растут прямо посреди комнаты В считанные секунды горстка бисера превращается в виловую ветку Семь дней и на полке готовое дерево От скуки на все руки шутит Владимир Маркович А на самом деле он еще с детства начал заниматься рукоделием Потом работа, семья, дети, пролюбимое занятие пришлось забыть Впрочем, выйдя на пенсию и получив вторую группу инвалидности, вновь вернулся к рукоделию Врачи запретили тяжелую работу А сидеть на месте Владимир Блинников был не намерен Моя жена говорит, что мне надо было родиться женщиной Потому что я шью лучше ее Владимир Блинников не только шьет и занимается бисероплетением Вот эти подставки из проволоки, которые, казалось, живут своей жизнью, тоже сделаны его руками Из проволоки Владимир Маркович крутит и вот такие портреты Пожалуй, дольше всего забайкальский мастер учился вырезать узоры на яичной скорлупе Под его первые опыты попало два десятка яиц Из них два остались не только целыми, но и были украшены оригинальными узорами А вот эти картины, сложно поверить, но они из обычных салфеток Здесь главное правильно скрутить, красиво уложить и закрепить То же самое, что с проволоки, только салфеток Вот сколько на эту картину ушло салфеток, примерно? Вот на эту? Штуки четыре, наверное, не больше Мало того, Владимир Маркович еще и немного изобретатель Это кизобайкальский кулибин Вечный двигатель пока не изобрел А вот прибор по набору бисера у него уже получился Причем из подручных средств Пластмассовый корпус, две чаши и пара детских машинок Или, к примеру, микроскоп, незамысловатый, но вполне работающий Сделан из обыкновенной веб-камеры Подключаю к компьютеру, запускаю программу для видеонаблюдения Что чаще всего смотреть? Мне нужно было отобрать туфельку, инфузорить туфельку В увеличительное стекло ее рассмотреть невозможно Вот я сделал микроскоп, отобрал сколько мне нужно было, развел и выкормил мальков Создает такие эксклюзивные работы своими руками Владимир Блинников вот уже 15 лет И все дарит Говорит, что торговать не умеет, да и не любит Продавать я не умею Потому что я раз попробовал одно дерево, этот бонсай сделал Оно два месяца простояло в магазине, его никто не купил Я его подарил продавцу Так что с меня торгаш плохой Картины из тертого стекла и дома из пластмассовых труб Это первое, чему в ближайшее время хочет научиться Владимир Блинников А после передать все свои умения внукам, которые, конечно, гордятся своим дедом Анастасия Новгородова, Анатолий Тюльнев, Середина Земли, Забайкальский край На этом блок новостей Забайкальского края завершен На связь с нами выходят коллеги из Улан-Удэ Дарья, здравствуйте! 15 сельских домов Кульпуры Бурятии получат до 500 тысяч рублей на оснащение Расскажите, когда поступят средства и на что они будут направлены Приветствую вас, Татьяна и зрители Приангария Средства поступят в районы из федерального бюджета в течение этого года И будут направлены на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных ДК Отбор домов Культуры осуществлялся на конкурсной основе Участие в нем могли принять только ДК, расположенные в малых городах С числом жителей до 50 тысяч человек или в сельской местности И к другим событиям Подошли к работе с огоньком, причем в буквальном смысле На одной из Улан-Удэнских автозаправок решили пренебречь правилами техники безопасности И тем самым поставили под угрозу жизни автомобилистов и горожан Намсарай Намсараев расскажет подробнее Эта видеозапись была сделана 31 января Увиденное шокировало на ЗС компании БРК по улице Барсуева Ремонтируют крышу, ведутся сварочные работы При этом автозаправка функционирует в обычном режиме Автомобили заправляют топливом, едва ли не под снопом искр Вам не кажется это опасным? Я не А ваше начальство приказало или сами решили? Я даже не знаю, как вам ответить Подобная беспечность может стать роковой Попади из краосварки в топливо и жертв будет не избежать На этом же видео отчетливо видно, что буквально в 50 метрах от заправки На железнодорожных путях стоит готовящийся к отправлению грузовой пояс Оставленный из цистерн с нефтепродуктами Завидев телекамеру, рабочие покидают территорию заправки И прячутся в помещении автостанции Сегодня 1 февраля, 12 часов 30 минут И как мы видим, ремонтные работы с использованием электросварки И металлорежущих инструментов, разбрасывающих множество искр на автозаправке продолжаются В подтверждении наших слов видеозапись Отчетливо видно, как рабочий прямо над топливораздаточной колонкой От которой минуту назад отъехал автомобиль Режет металл Комментарий не требуется Но вот и еще один пример Прямо под заправочной колонкой, в шланге которой еще осталось несколько литров бензина Кипит работа Здравствуйте! Вы знаете, как опасно работать таким прибором на заправке? Вы знаете, сколько искр с генератора с вашего идет? Вы не боитесь, что бензин-то сгорится? На этот раз мы решили узнать у бесстрашных рабочих, что ими движет, гонорар или бесшабашность Почему нельзя было закрыть бензозаправку на время ремонта? Это мы решили узнать в офисе компании БРК Там нас заверили, что не знают, где сейчас находится контора этой организации Сейчас здесь функционирует некая ассоциация независимых АЗС Но дать оценку безопасности такого ремонта сотрудники отказались Попросту выставив за дверь нашу съемочную группу Алло, выведите, пожалуйста? Что значит выведите? Выведите Прекрасно У нас съемка производится Необходимо отметить, что многие АЗС в черте города представляют опасность для горожан Материалы данного видеосюжета переданы в МВД и МЧС для дальнейшего разбирательства Теперь уже компетентные органы дадут оценку подобным огнеопасным действиям В столицу Бурятии прибыла уникальная экспедиция Она движется с южного побережья Китая к Северному Ледовитому океану С одном Ирдынеев встретился с тремя путешественниками из Поднебесной Они рассказали, зачем жителям южной провинции понадобилось ехать в Зимнюю Россию Путешественники из Китая уже были в России Но это их первая настолько экстремальная экспедиция по бескрайним просторам Зимней Полярной России Бурятия – это только начало пути Всего планируется преодолеть свыше 16 тысяч километров В Бурятии планирует развиваться наша туристическая компания Ранее не было вообще такого китайца, который бы самостоятельно проезжал такой длинный маршрут Вокруг Байкала и дальше к берегам Северно-Ледовитого океана Да еще и зимой А Байкал – это одно из красивейших мест на земле Как можно было лишить себя такой красоты? Путешествие началось на юге китайской провинции Гуандун 20 января, далее через Монголию После Улан-Удэ экстремалы направятся в Баргузинский район Затем вдоль побережья озера в северо Байкальск Конечный пункт – село Юрюнхая в Якутии на берегу Северного Ледовитого океана Экспедицию сопровождают съемочные группы двух государственных китайских телеканалов Его пришла провожать вся деревня, откуда он родом Невообразимое количество людей с плакатами и так далее Для них он, особенно для той части юга Китая, он реально герой Человек, который делает то, чего не делает в Китае больше никто Для столь тяжелого путешествия автомобиль был специально переоборудован в Красноярске В Китае просто не нашлись умельцы, способные подготовить машину к арктическим условиям и вечной мерзлоте В машине предусмотрена даже перевозка запасов топлива Обратно на юг Китая путешественники планируют вернуться 20 марта На этом у нас все, мы передаем слово Приангарию Анастасия Коллегам из Забайкали и Буряти, спасибо, увидимся в следующих выпусках Коротко о главных новостях Монголии и Китая расскажем прямо сейчас И вот, что вы увидите совсем скоро Юбилей заслуженного артиста Монголии Даши Дон Доку 50 Звание заслуженного артиста я получил несколько лет назад, но до сих пор не отметил это событие Не хватает чистого воздуха, плохая экология ведет к росту младенческой смертности В Улан-Баторе посчитали статистику последней пятилетки Вирусы настолько агрессивны, что при заболевании беременных женщин участились в случае замирания беременности Новогодний праздник продолжается Для жителей и гостей Китая работает ярмарка и фестиваль фонарей Об этом и других событиях прямо сейчас расскажут информационные службы наших партнеров Слово Монголии Лхама, вам слово Здравствуйте, Анастасия, мы подготовили для вас все самое интересное И уже готовы об этом рассказать зрителям при Ангаре Заслуженному артисту Монголии певцу Даштон Догу исполнилось 50 лет Юбилей он отметил со своими друзьями, родственниками и коллегами О том, как проходило торжество, наш следующий сюжет Даштон Дог работает в сфере популярной и рок-музыки достаточно давно С 1982 года Он начинал как бас-гитарист в группе, которая исполняла электронную музыку Затем служба в армии Там он собрал свой собственный музыкальный коллектив Который выступал с концертами практически во всех приграничных городах Монголии Вообще-то мой день рождения 14 декабря, то есть 50 лет, мне исполнилось еще в прошлом году Но я решил подождать, пока пройдет новогодняя суета и у людей появится больше свободного времени Звание заслуженного артиста я получил несколько лет назад, но до сих пор не отметил это событие Вот я и решил объединить эти два праздника в один Великолепный голос Даштон Дог знаком практически каждому жителю Монголии И песни в его исполнении останутся в сердцах многих Но с концертами он выступает редко Даштон Дог основал собственную студию, где он обучает молодых специалистов искусства пения Его друзья отзываются о нем как о скромном и очень спокойном человеке И по-дружески называют его между собой Дашка Поздравляю Дашку с юбилеем, я горжусь им и его успехами Как старший брат, гордится младшим Их паяр композитор, который сотрудничает с группой «Синее небо», привел Даштон Дог в коллектив И он ввел «Синее небо» на совершенно новый уровень Я лично знакома с Даштон Дог и работала с ним во многих проектах Он стал для меня родным человеком, практически братом Дашка, я вас очень люблю, желаю вам и вашей семье всего самого наилучшего Зрители знают Даштон Дог и как хорошего актера На его шоту съемки в трех фильмах Мы присоединяемся к коллегам, ученикам и близким людям заслуженного артиста Монголии Поздравляем и вас с юбилеем и желаем дальнейших успехов в творчестве До Ламбатболта, середина земли, Монголия Високий уровень загрязнения воздуха в Ламбатаре оказывает очень заметно негативное влияние на жизнь горожан, причем не только взрослых, но и детей Статистика печальна, за последние пять лет процент мертворожденных детей вирус на 38 единиц Тему продолжат наши корреспонденты На данный момент более половины мирового населения проживает в мегаполисах и крупных городах По прогнозам ученых, к 2050 году эта цифра вырастет до 70% Загрязнение воздуха является причиной смерти 4 миллионов 300 тысяч людей в год, из которых более миллиона составляют дети младше пяти лет Эта же проблема вызывает легочные заболевания, в том числе пневмонию, у более чем половины городских жителей Только в Монголии в 2015 году эта болезнь забрала жизнь 435 детей Пневмония стоит на втором месте среди причин смертности детей младше пяти лет И это напрямую связано с уровнем загрязнения атмосферы Вирусы настолько агрессивны, что при заболевании беременных женщин участились в случае замирания беременности То есть плод просто перестает развиваться За последние пять лет в Аламбатуре число мертворожденных выросло на 38% И причиной этому ученые называют загрязнение воздуха В 2015 году было зарегистрировано более 500 случаев мертворожденных Погибли 21 мать и более 1200 младенцев Легкое ребенка развивается, когда он еще находится в материнской утробе Это происходит с 4 по 37 недели беременности Во время активного ремирования плода Вредные вещества, попадающие в организм матери вместе с грязным воздухом Препятствуют нормальному развитию ребенка Причем жертвами ситуации становятся и подростки Среди них тоже участились случаи различных заболеваний Уровень загрязнения воздуха в Монголии превышает допустимый в 10 раз Согласно статистике, на сегодняшний день в нашей стране список болезней Возглавляют заболевания печени Но проществие 30-40 лет это место займут и болезни легких Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня Далее к международному выпуску программы В середине Земли присоединяются наши коллеги с Китая Дай Зя Хао, о каких событиях вы расскажете? Дай Зя Хао! Здравствуйте, конечно, о самых заметных и интересных событиях, связанных с Китаем В студии Руслана Гасанова Новый год по лунному календарю – самый масштабный праздник в Китае Однако отмечать его любят не только китайцы, но и гости страны Иностранцы с удовольствием веселятся на традиционной ярмарке И любуются зрелищем фестиваля фонарей Съемочная группа канала CGTN побывала и там, и там Подробности в материале далее Традиция проводить ярмарку в честь праздника весны в Китае зародилась еще несколько веков назад Сегодня это отличная альтернатива домашним посиделкам Или просмотру сериалов во время новогодних каникул В Пекине ярмарка проходит на территории храма Можно и помолиться, чтобы год был удачный и счастливый И поискать развлечений, и попробовать вкусные еды, и прикупить сувениров Несмотря на морозную погоду, гостей много, в том числе иностранцев Здорово, что столько людей не сидят по домам и идут гулять Посмотрите, как они счастливы Пробуют разную кухню, смотрят выступления коллективов со всего мира И при этом проводят время со своими семьями Нам интересно познакомиться с китайской культурой Китайцам, думаю, любопытно узнать о других традициях Послушать иностранную музыку, полюбоваться танцами разных народов Сегодня получилась очень колоритная смесь Многие иностранцы знают толк в праздниках И специально для Нового года придумывают необычные костюмы Нам все безумно нравится Мы прилетели из Манчестера, из Англии Это наш первый визит в Китай Мы хотели посмотреть, как китайцы отмечают Новый год Здесь столько счастливых птиц Познакомьтесь, это птичка Амелия Она уже нашла массу друзей Еще одно излюбленное место туристов Во время китайского праздника весны Ежегодный фестиваль фонарей В древнем городе Датун, провинции Шанси Главное действие разворачивается на 7-километровой городской стене В этом году площадь фестиваля увеличилась Сегодня фестиваль фонарей представляет собой более 3 миллионов квадратных метров света, цвета и льда Полюбоваться ярким зрелищем Только в первые дни празднования китайского Нового года Приехали более 100 тысяч туристов, в том числе иностранцы Мне кажется, я в каком-то раю Собираюсь остаться здесь на 4-5 дней Изучаю историю старого города Датун Знакомлюсь с интересными людьми и ем вкусную еду В общем, отлично провожу время Фестиваль фонарей завершится 19 февраля Так что еще можно успеть полюбоваться Чтобы почувствовать атмосферу веселья Не обязательно знать китайский язык Ощущения праздника, отдыха и счастья Понятны каждому жителю планеты без перевода На этом у меня все Передаю слово коллегам из Иркутской области Спасибо, Руслана И это все новости на сегодня Середина Земли продолжает быть в центре региональных и международных событий Об их развитии расскажем уже в следующих выпусках В студии работала Анастасия Цыганкова До свидания МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин